Десятки залпов орудий, сотни выстрелов и целый шквал артиллерийского огня. В историко-культурном комплексе линия Сталина с размахом отметили день ракетных войск и артиллерии. За баталиями, которые разыграли мушкетёры, солдаты времён вермахта и Великой Отечественной, наблюдал Александр Хоровец. Пушка, ядро, залп и расчёт всего из двух мушкетёров точно поражает цель. Посетители историко-культурного комплекса линия Сталина стали свидетелями сразу трёх исторических эпох. Более сотни реконструкторов разыграли настоящие баталии времён 17 века, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Наиболее зрелищной получилась инсценировка операции «Багратион». В импровизированном наступлении участвуют 12 единиц различной техники. Легендарные танки Т-34, БТ-7, немецкий штук-3, советские противотанковые орудия, гаубицы и миномёты. Самое главное, что приезжают дети. Они пытаются разобраться, что же за системы артиллерийские воевали в годы Великой Отечественной войны. Вообще, как зарождалась артиллерия. Также для посетителей комплекса работали и десяток интерактивных площадок. Пока одни пытались выковать себе гвоздь на счастье или раскрасить танк, другие сдавали комплекс ГТО, металли гранату, стреляли из лука и преодолевали полосу преград. Здесь же разместилась и выставка артиллерийских систем. От 45-милитровой противотанковой пушки до системы залпового огня БМ-13. Проще говоря, «Катюша». Именно это орудие во время Великой Отечественной войны наводило настоящий ужас на фашистов. И сегодня же зрителям представили фрагменты танка «Клим Ворошилов-1». Эту мощную машину времен Великой Отечественной удалось отыскать в Сенинском районе. О боевой славе этой техники вспоминает и легендарный танкист, участник битвы за Сталинград Александр Фень. Они себя хорошо показали. Вот этот вот экземпляр об этом и свидетельствует. Вот примерно на таком же танке Колыбанов под Ленинградом воевал, уничтожил лично 22 танка. Лично это же здорово. Это вот мощь. Впрочем, и сегодня ракетные войска и артиллерия нашей страны поддерживают боевую славу наших дедов и находятся в постоянном развитии. К примеру, уже в следующем году на вооружение белорусской армии поступит реактивная система залпового огня «Полонез». Это отечественная разработка, которую впервые представили на параде 9 мая во время празднования 70-х годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Александр Хоровец и Владимир Тихонович, Агентство теленовостей.